Вести Карачаева, Черкесия Кабардино-Балкарии прошел на высоком организационном уровне на главной сцене страны – Кремлевском дворце. Около 7 тысяч жителей Черкеска прошли диспансеризацию после COVID-19. Карачаево-Черкесский сахарный завод приступил к переработке сырья. И школьники республики принимают участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I». Далее об этих и других темах подробнее. Президент страны Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия в стране начнутся 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт или определенные военно-учетные специальности. Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально, письмами будут проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный совместный концерт, приуроченный к вековому юбилею государственности трех республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Президент страны Владимир Путин во время выступления в Кремле поздравил со столетием образования жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Уважаемые жители республики Адыгея, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республик, примите мои искренние и теплые поздравления с юбилеем, со столетием образования ваших республик. Это большая, знаменательная дата и для вас, и для всей страны. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии в укрепление и развитие нашей огромной страны. Плечом к плечу с представителями других национальностей они строили и созидали, добивались достижений в науке и культуре, вместе преодолевали крутые повороты истории, честно и мужественно делили выпавшие трудности и испытания вместе с другими народами союза. Смелость и отвага ваших земляков в полной мере проявились в суровые годы Великой Отечественной войны. Тысячи бесстрашных воинов, верных сыновей и дочерей Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаевой Черкесии ушли добровольцами на фронт, воевали в партизанских отрядах. Имена и подвиги ваших земляков, адмирала Арсения Головко, командира танковой бригады Харуна Богатырева, политрука Хусена Андрухаева и многих-многих других героев стали яркими примерами подлинного патриотизма и мужества. Сегодня самые тёплые слова признательности и низкий поклон поколению победителей, всем живущим в республиках ветеранам. Известная горская пословица гласит иметь верного друга – счастье. В верности, единстве, дружбе народов России – наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. И в продолжении темы. На концерте, посвященном столетию Карачаевой Черкесии, вместе с нашими артистами на главной сцене страны выступили представители братских республик Кабардино. Карачаево-Черкесию в частности представили государственный ансамбль танца «Эльбрус», государственный детский ансамбль «Карча», ансамбль «Дочери Нартов» в сопровождении вокалистов ансамбля «Апсаты», а также Марьяна Алботова и Таулан Батчаев, Ислам Итляшев и другие. Вся концертная программа прошла в сопровождении малого состава сводного национального оркестра Карачаевой Черкесии под руководством дирижера Белы Кирбежевой. Кроме того, в фойе государственного кремлевского дворца были организованы экспозиции трех республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Декоративно-прикладное творчество, предметы быта и искусства, национальные костюмы и народные промыслы – все гости мероприятия смогли увидеть и почувствовать неповторимый национальный колорит Северокавказских республик как неотъемлемой части богатейшей культуры многонациональной России. В парке Армавира «Городская роща» прошел фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир», в котором приняли участие творческие коллективы Карачаевой Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи. Нашу республику представил академический ансамбль «Снежные вершины». Гости фестиваля смогли узнать о традиционных видах спорта, бытии и культуре народов России, а также приняли участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и увидели реконструкцию древнерусских сражений. В предыдущие годы фестиваль проходил в Московской области, теперь он сменил локацию и переехал на постоянное место жительства – в Армавир. Черкесск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый важный этап заключается в том, чтобы определить территорию для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. В случае победы республиканской столицы, горожанам предстоит выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства – Малый пруд и пешеходную зону вокруг Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», алию по улице Даватора и сквер в районе РТИ. Подробности сообщил заместитель директора центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Минстру РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году, изменил условия участия и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 2022 году выиграла и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. До 30 октября нужно подать заявку в Минстрой. Огромное количество мероприятий и процедур нужно произвести, и поэтому очень важно, чтобы все заинтересованные в преображении нашего города граждане активнейшим образом принимали участие во всех мероприятиях проекта. Группа школьников образовательных организаций Карачаево-Черкесии принимает участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I», который пройдет до 24 сентября. В делегацию вошли ребята из всех районов республики. В основном это победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад, а также активисты российского движения школьников. В программе тура посещение городов Переславль-Залезки, Ярославль, Ростов-Великий и Сергеев-Посад. Около 7 тысяч жителей Черкеска прошли диспансеризацию после COVID-19. Она позволяет выявить возможные осложнения после перенесенного коронавируса и заболевания, опасные для жизни. А самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация. В республиканской столице на сегодняшний день прививку сделали более 42 тысяч человек. Сегодня в кинотеатре Чарли Черкеска состоится примерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Для режиссера Руслана Братова это первая полнометражная работа. Черкесский театр представил новую примеру сезона – детский музыкальный спектакль «Кто в сапогах». Первый показ уже состоялся в ауле Адге Хабль. Постановка стала очень интересной для юного зрителя, рассказала Дина Акова, директор Черкесского театра имени Мухарбека Акова. Театральный сезон был ознаменован премьерой новой сказки «Кто в сапогах». Известную сказку Шарля Перо «Кот в сапогах» в адаптации Зураба Бигурзова поставил режиссер Эльдар Агачев. Для того, чтобы сказка получилась приключенческой, интересной, юмористической, веселой и живой, Черкесский театр привлек к работе хореографа, который поработал с нашими артистами, а также художника-постановщика, который разработал эскизы интересных сказочных декораций и костюмов для наших артистов. Примера сказки состоялась в Адге Хабле. Для начальной школы дети первых и четвертых классов получили огромное удовольствие. И мы поняли, что они знают эту сказку, любят эту сказку и будут еще и еще с удовольствием ее смотреть. Черкесский театр планирует гастроли в разные города и районы нашей республики в рамках проекта «Театр детям». Мы постараемся охватить большое количество наших юных зрителей, потому что это наш самый дорогой и наш самый любимый зритель. На Карачаево-Черкесском сахарном заводе начался сезон переработки сладких корнеплодов. В сезон здесь к работе привлекаются более 300 работников. На сегодняшний день в республике планируется убрать 4970 гектаров сахарной свеклы. В текущем году свеклосеющим хозяйством региона будет оказана государственная поддержка в виде субсидий на поддержку производства. Прежде чем обратиться в ту или иную финансовую организацию, следует проверить, законно ли она предоставляет услуги. Это можно сделать, в частности, в мобильном приложении ЦБ Онлайн. Оно поможет, например, узнать, есть ли у банка или страховой компании лицензия, имеет ли финансовая организация право выдавать займы, а также можно оставить отзыв о ее работе и поставить оценку. Кроме того, проверить финансовую организацию можно на официальном сайте Банка России в справочнике финансовых организаций. Эта опция позволяет узнать информацию о кредитной, микрофинансовой или страховой организации, о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном или инвестиционном фонде. С 1 июня 2021 года Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Комментирует информацию заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. РАДИО РОССИИ Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Дождь, местами сильный дождь. В отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь, местами туман. Ветер в северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 13. В Черкесии утром сильный дождь, днем дожди. Ветер в северной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!